Традиционная благотворительная ярмарка прошла в 4-й школе. На одной площадке собрались родители, учителя и дети. Свои таланты, мастерство, фантазию смогли применить во благо доброго дела. Чем торговали на Добром базаре и сколько смогли выручить, узнаем у Любови Пермяковой. Цветочные фонтаны, модные ободки, ангелочки, приносящие радость, браслеты, броши – и это все своими руками. Благотворительная ярмарка в 4-й школе собрала мастеров на все руки. Все вот такие вот в виде ангелочков, они просто приносят удачу и деньги. Всего лишь 10 рублей стоят. Здесь торговали не ради выгоды, а выручки. Выручали тех, кто особенно в этом нуждается. Все вырученные средства, которые сегодня у нас будут, мы передадим, часть из них передадим на акцию милосердия, часть из них мы передадим ветеранам, то есть комитету советуем ветеранов. Ну и, конечно же, мы сделаем подарки для наших ветеранов, которых осталось, к сожалению, не так много. Ну и, конечно же, всегда у нас есть такая небольшая сумма денежных средств, которую мы передаем детскому дому и дому ребенка. В этом году у нас еще в области объявлен год ребенка. Эту ярмарку организаторы посвятили двум знаменательным датам – 80-летию города и 70-летию победы. У меня нет никаких сомнений, что то знамя победы, которое сегодня нам передали наши отцы, деды и прадеды, вот эта молодежь, вот школьники, они его высоко подняли, держат и никогда никому не будут позволить. У меня никаких сомнений нет. Сегодня в этом еще раз убедился. На ярмарке можно было не только приобрести понравившийся товар, можно было научиться чему-нибудь новому. Мастер-классы, организованные родителями, пользовались огромным спросом. Куклы своими руками, бисероплетение, плетение из лент. Плели здесь даже французские косы. Объемные в виде короны или венка, невероятно замысловатые. Мини-салоны красоты работали повсюду. Маникюр, татуаж, прическу можно было сделать за весьма символическую цену. Торговали здесь даже искусством. В этом году за два часа работы ярмарки удалось собрать более 55 тысяч рублей.